Дело завязалось еще зимой. Возможно, так когда-то скажут про конфликт общественников и вуза. А он, судя по всему, не за лесами. Классический университет хочет построить новый корпус на своей территории. Правда, для этого придется вырубить часть сквера. Хорошая елочка, но все больше шансов здесь, в центре города, остаться только при таких искусственных деревьях. Потому что если здесь одобрят строительство нового корпуса, то вот этой только части, но все же части сквера мы лишимся. Этому не рада Татьяна Труфанова, которая выступала за сохранение другого сквера на Сахарова. Ее, в числе прочих общественников, вуз пригласил на обсуждение строительства корпуса. Мы, как дошли на эту встречу, мы ждали, что нам скажут, что есть определенное количество студентов. Они должны обеспечиваться таким-то количеством площадей. Вот этих вот цифр, обосновывающих появление новых учебных площадей, нам озвучено не было. По словам Татьяны, на встрече привели только число бюджетных мест, которые вуз получит в следующем году, и необычный аргумент. Чтобы попасть в туалеты, студенты стоят в очередях. Значит, нужно развивать имущественный комплекс. Только не в ущерб зеленым зонам, говорит Лариса Вигант. Это она когда-то подняла общественность на защиту изумрудного. В принципе, я за зелень в городе, в любых участках, в любых проявлениях, потому что город должен иметь зеленый щит. Если его не будет, всяческие разговоры о национальном здоровье просто бессмысленны. Поэтому я за зелень, но в каждом отдельном случае все-таки правильно привлекать специалистов. Своё мнение высказали и горожане. Очень мне не нравится. Просто очень. Последнюю зелень вырубаете в центре. Зачем? Кто? Что они в кабинетах там сидят? О чем думают? О себе? Они-то живут за городом, правильно? Они здесь не живут. Ну, на самом деле, нам очень нравится этот сквер. И когда тепло, мы постоянно сидим на различных пледах, отдыхаем. И, ну, не знаю, я не очень хорошо отношусь, на самом деле, к этому. Дополнительный корпус и деревья вырубают не очень. Не, я отрицательно к такой фигне отношусь. Если здесь и появится не фигня, а корпус классического университета, то вполне законно. Согласно кадастру, сквер и действующее здание находятся на одном и том же участке, который размежован под корпус с научной библиотекой. Проект готовился давно. Вот эскиз. А так здание выглядит на плане, выделено красным. Общественники пытаются отдернуть руку, занесенную над сквером. Будут предлагать другие территории для строительства. Теперь слово за вузом в этой новой скверной истории. Андрей Дрейер, Александр Антропов. День с толком.